Здравствуйте, мои дорогие девочки! Именно девочки, потому что мальчикам не думаю, что это будет интересно, я хочу показать пальто, которое я купила на скидках в магазине ТК Макс. Мне давно нужно было найти пальто, то есть я свое синее в клетку хотела поменять на пальто тоже в клетку, но какого-то такого в теплых тонах, коричневато-рыжеватое. Но мне встретилось вот это, и я ничуть не пожалела, что его взяла. Мне, правда, уже сказали, что для Германии оно слишком яркое. Я так не считаю абсолютно. Самое главное не яркость пальто, а то, как ты это носишь, как ты это сочетаешь. И поэтому я очень хорошо себя вижу в этом пальто. И когда я его мерила, я как раз была во всем черном, поэтому оно прекрасно вписалось. По размеру, правда, это не мой размер. Я ношу М, это Л, и она мне только-только. Если бы там был XL, я бы взяла XL. Оно очень-очень сильно маломерит. Но оно очень легкое, сделано из какой-то ткани типа букле. И вот так вот черное с желтым я не люблю, а черное с тыквенным очень даже неплохо сочетается. И если добавить коричневого, такого коньячного цвета аксессуары, то это хорошо сочетается вместе с волосами. Вот так я добавила другой шарф, шапку и очки. Очки добавляю, потому что я так и ношу. Я очень чувствительна к свету, и поэтому я на улице использую очки круглый год. Поэтому именно так вот я и буду его носить. Вот так вот. И если поменять шарф, уже как-то все это выглядит по-другому. Меняя сумки и шарфы, да в принципе, можно и штаны одеть, и поменять обувь, и все будет смотреться по-другому. Мне очень нравится сочетание желтого с желтым. Но тут, если так разобраться, тут не желтый, а тыквенный и лимонный. Вообще мне нравится сочетать похожие цвета, например, розовый, бордовый вместе с красным. Или, например, разные оттенки зеленого в одном образе. Или разные оттенки коричневого. Мне вообще, пока я ношу такой цвет волос, мне хочется... Я немножко задержалась на этом цвете, необычно для меня. Слишком долго я его ношу, но пока я себя чувствую гармонично, и вот мне хочется что-то такого в коричневых тонах. И вот сейчас вы видите на мне сочетание пыльного розового, такого розового-бежевого и тыквенного. И, как вы видите, во всяком случае, на мой взгляд, мне кажется, это очень даже симпатичное сочетание. Как вы считаете, напишите в комментариях. Или вам кажется, что это нонсенс, и такое носить нельзя. Мне кажется, что это гармонично выглядит. Ну, надо, конечно, несколько каких-то вещей иметь в одной гамме, чтобы все это смотрелось вместе хорошо. Можно, конечно, светлые ботинки сюда использовать, если смотреть на... Чтобы не быть похожей на фигуристку. Но желтое с желтым, будем называть это желтым, все равно это оттенки желтого, мне очень нравится. Вот так это все выглядит. Я очень довольна. Пальто очень легкое, удобное для меня. Поэтому сейчас холодно в нем ходить, но вот в начале весны... Да, у нас тут можно, наверное, весь март в нем проходить, и в февраль тоже, потому что погода у нас непредсказуема. Ну все, на этом я, наверное, буду заканчивать. С вами была Наташа. Всем желаю приятных праздников. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!